Ну что, дорогие друзья, теперь вы знаете, как правильно двигаться благодаря школе красоты Марины Маргуновой. Еще будет этот прекрасный проект продолжаться, но лично я от себя хочу добавить, что я вот сегодня, мне максимально повезло. Вот нахожусь в компании, во-первых, прекрасной Сони Лупининой, во-вторых, у нас гости сегодня, девушки приходят, и меня, естественно, это не может не радовать. Друзья, а гости, которая пришла сейчас, ой, ой, моя спортивная душа сейчас просто улетит в небеса. Но, Ольга Капустина, давайте уже представим, Ольга Капустина, друзья, администратор женского футбольного клуба Енисей, но не просто так мы сегодня собрались вместе здесь побеседовать. Ольга не так давно получила категорию Б у Ефа, что дает ей право быть главным тренером футбольной команды. Наши аплодисменты вам, Ольга, это великолепно. Даже я не разбираюсь в футболе, но мне ребята все объяснили, это очень круто, правда, я поняла. Очень круто, и поэтому, Ольга, рассказывайте, как вы до этого дошли, как вообще возможно получить вот эту категорию Б, как стать тренером. Здравствуйте, доброе утро всем. Ну, первостепенно нужно этого желать, да, чтобы стать тренером, необходимо желание в первую очередь. Но, естественно, у нас очень много сейчас различных курсов, обучения, лицензии различные преподают в Москве. Я поступила туда, у нас этот проект курирует, курирует, господи, ну, поступила я в Москве, проект курирует УЕФА. То есть, непосредственно от них инициатива. Мы проявили, как я поняла, проявила Москва инициативу за то, чтобы женщин все-таки квалифицировать, да, обучать тренерскому мастерству, чтобы они могли тоже становиться тренерами. Вот, и УЕФА поддержала этот проект, и вот сейчас мы первенцы, можно так сказать, которые вот прошли полный курс и получили по итогу. Сколько у вас девушек училось? Нас поступило 16, в процессе у нас одна отселась девушка, она действующий игрок была и, ну, не могла там сессии посещать. В итоге нас осталось 15, все сдали на отлично, все замечательно. Правильно я понимаю, что это футбол плюс какие-то основы педагогики, наверное, да? Ну, там все. Футбол же-то не только упражнения, да, и различные разминки. Нет, это же еще и психология, это и мышление, там много чего. И это все нам там, нас обучали, преподавали нам. Мы, как бы, для себя очень много нового интересного вынесли из этой учебы, да. Я вот уже делился своими впечатлениями с Ольгой, друзья, я вам тоже расскажу. Не так давно известный на просторах ютуба блогер Евгений Савин сделал большой выпуск про девушек-судей в футболе. И вот мне стало интересно, а почему вы пошли как тренер? Почему не как судья? Вроде набирает обороты. Или как игрок. Да, ну, или как игрок. Ну, я не знаю, если вот уже уходить, как говорится, да, из основной игры, почему не судья, например? Ну, как игрок я уже закончила свою карьеру. И спасибо футбольному клубу, и не все попрощались со мной очень красиво, достойно. Для меня это было неожиданно. Вот. Тренером я себя еще попробовала, находясь в Рязани, еще когда действующий игрок была, но там я пробовалась все больше детским тренером. И тренировала девчонок, ребят, параллельно была игроком. И вот как раз решила попробовать мое, это не мое, мне очень понравилось. Я люблю, когда я получаю результат от своей работы, когда я его вижу. Вот. И поэтому, когда мне Петровский Денис Витальевич зимой позвонил, находясь в Москве в РФС и предложил, спросил меня, Оля, хочешь пойти учиться на БУ и ФА, на категорию? Я говорю, да, 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 я очень хочу, пожалуйста. Вот. Там, ну, переговорили, меня приняли на рассмотрение, и в итоге вот я оказалась там, то есть там анкету мы сдавали, и там много всяких... Так, вот как тренер, сейчас посоветуйте, вот смотрят нас много телезрителей, и, может быть, родители сейчас задумываются, вот как раз вот в этот летний межсезонный период, куда отдать своего ребенка, почему выбор должен пасть именно на футбол? Ну, футбол, во-первых, он развивает очень много качества у ребенка, а во-вторых, это интересно, это игра, причем футбол, ну, начинает набирать обороты, если мы возьмем Европу, там вообще футбол, он, наверное, вид спорта номер один, вот. И поэтому футбол это круто, это интересно, это классно вообще, я не понимаю. Я люблю вообще спорт, да, я много что в детстве попробовала, но мой выбор был на футболе, всем советую. Вот он, друзья, настоящий фанат. У меня два вопроса, такой небольшой блиц, если ты не возражаешь, Соня. Пожалуйста. Два вопроса, маленький, отвечаем тоже коротко. Какой клуб вы хотите тренировать? Три клуба, которые вы хотели бы тренировать? Ну, естественно, хотела бы у меня... Женский Енисей, молодежный Енисей, да, и пацанов тоже Енисей. Нет, это очень много, я боюсь, что это очень много, и это будет сложно с тремя командами. Нет, хотелось бы один клуб, это женский футбольный клуб Енисей, и, надеюсь, в будущем у меня, это мое желание, это осуществиться. Ну, будем надеяться, друзья. Давайте еще раз представлю нашу прекрасную гостью Ольгу Капустина. Уже теперь, у меня язык даже не поворачивается просто называть вас администратором женского футбольного клуба Енисей. Все-таки, ребята, как-никак категория B у Ефа, теперь вот Ольга может становиться главным тренером команды. Сегодня она вот свою историю нам поведала, а это значит, что и вы можете достичь вот этих прекрасных высот. Ольга, спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Спасибо. Очень было приятно с вами провести утро. Ребят, ну, а нам остается с Сонечкой только попрощаться с вами. Да, приходите к нам в студию программы «Утро» на Енисей, летнюю студию на острове Татышев. Она работает с 6.45 до 9 утра каждый будний день, и с 9 до 11 по выходным. Сегодня с вами были мы, Андрей Грибов, Соня Лупинина, и сейчас посмотрим небольшой блок рекламы.